Чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон» завершился на грибном канале «Крылатая» город Москва. Международные соревнования впервые принимала столица. В регате участвовали представители 19 стран – России, Канады, Чехии, Франции и других. Состязания проходили в классах D10 и D20 на дистанциях 200, 500 и 2000 метров среди женских, мужских и смешанных экипажей. В составе сборной России выступали 10 приморских спортсменов. Наши девушки достойно представили свой регион в женской двадцатке на дистанциях 200 и 2000 метров, став двукратными чемпионками мира. Для женской сборной «Приморья» это уже второе достижение подобного рода. В 2014 году девушки отличились в Польше, завоевав пять золотых наград. Напомню, что родоначальником гребли на «Драконах» в России является именно Приморский край. Гребцы клуба «Тигры Владивостока» начали развивать этот вид спорта первыми в стране более 15 лет назад. Владивостокский «Адмирал» переиграл в выездном матче в Нижнем Новгороде местная «Торпеда». Во время встречи моряки большую часть матча были в роли догоняющих. Счет открыл игрок «Торпеда» Алексей Потапов уже на второй минуте встречи, воспользовавшись большинством. Саболич счет сравнял, но равенство продержалось недолго. Эштон Картер со средней дистанции зарядил поворотом «Адмирала». Ближе к концу второго периода Саболич оформил дубль, сравняв счет второй раз за эту встречу. Победители в основное время так и не выявили, игра перешла в серию булитов. Удачливее в выходе один на один оказались моряки. Итоговый счет 3-2. Следующий матч «Адмирал» проведет также на выезде. 14 сентября приморцы встречаются с Салаватом Юлаевым. Кубок залива Петра Великого завершился во Владивостоке. 29-я всероссийская парусная регата проходила в течение 10 дней. В морских соревнованиях принимали участие 52 экипажа, это около 400 яхтсменов. В этом году комиссия регаты зарегистрировала 12 городов-участников из разных регионов России. Все они как один отметили сложнейшие условия, в которых проходила гонка. Приморский тайфун заявил о себе не только на суше, но и на море. 10 яхт в этой гонке сошлись дистанции по техническим причинам. Более выматывающими, чем сильные осадки и мощные порывы ветра, оказались многочасовые штили, которые преследовали участников после непогоды. Как бы то ни было, все пять запланированных гонок состоялись. Владивостокские команды забрали почти все призовые места во всех классах. Только победу на яхтах класса «Конрад-25Р» забрала находка. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.